Здравствуйте! Меня зовут Евгения Августина. Вы смотрите программу «Разберемся». Это совместный проект Общественной палаты района и ОТВ. Сегодня приближается Новый год. Время подарков и добрых дел. Благотворительные акции общественников и газеты «Одинцовская неделя». Тема сегодняшней программы. Гости студии Алена Патрина, член Общественной палаты района и директор по рекламе издания, а также волонтеры частного Одинцовского приюта Ирина Федоринова и Анастасия Белякова. Телефон прямого эфира 8495 508 86 84. Звоните, участвуйте в обсуждении. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, действительно, приближается Новый год, и мне кажется, когда, как не сейчас, нужно творить добрые дела. Правда? Конечно! Алена курирует сразу несколько благотворительных проектов. Ален, давайте по порядку обо всем расскажем. Что это за проекты, кому вы помогаете? Здравствуйте, Женя! Здравствуйте, уважаемые зрители! Очень приятно, что вы пригласили нас на передачу именно по подаркам благотворительности. Это наша фишка. Общественная палата «Одинцовская неделя». Мы всегда рады помогать всем. У нас первый проект идет «Мы помогаем», как газет «Одинцовская неделя» приютам. Мы объявили в ноябре акцию о сборе корма для кошек и собак, которые находятся в приютах именно Одинцовского района. Хочу похвастаться, наша телекомпания тоже внесла маленькие, классные палаты. Спасибо вам огромное, что вы откликнулись. На самом деле, акция получилась спонтанно, стихийная. В сентябре или в октябре месяце проходила выставка «Хочу домой». Мы приехали, посмотрели на данную выставку, посмотрели, что там берут только маленьких собачек и маленьких котят, а огромные собаки, такие лосятые, их никто не берет. И волонтеры, которые за ними ухаживают. Но мне кажется, им сложно прокормить, и если им не помогать, то, наверное, их средств не хватит. Потому что в основном этим занимаются студенты волонтерством и пенсионеры. И, как правило, когда мы объявили эту акцию у себя в газете, то помощь в основном приносят люди среднего достатка. Конечно, за них очень приятно и очень обидно, что люди, у которых есть больше возможностей, они почему-то не откликаются. Но хочется верить, что они просто не знают, что такая акция проводится, поэтому не участвуют. Может быть, сейчас нас посмотрят телезрители и решат тоже присоединиться к акции. Ален, я так понимаю, что можно принести корма для кошек и собак в редакцию газеты «Одинцовская неделя»? Да, можно принести корма для кошек, собак, сухие консервы. Можете принести, если не можете себе корм позволить, можете принести крупы. Они стоят там в пределах 50 рублей. Гречка, рис, по-моему, там геркулес они берут и еще пшенку. Также можно приносить ошейники против блох. Ирина Анастасия, вот что в первую очередь нужно в приют? В приют в первую очередь, конечно, всегда нужны сухие корма, влажные корма, собакам, кошкам, без разницы. Крупы мы никогда не отказываемся от круп. Алена правильно сказала, это гречка, рис, перловку мы тоже берем, особенно в зимнее время. Самое, наверное, необходимое, и, конечно, медикаменты. От медикаментов мы тоже, как правило, не отказываемся, потому что они нужны всегда. Вакцины в том числе. Нам еще приносят пеленки, вот если есть такая необходимость, мы просто тогда объявим и об этом. Одноразовые пеленки. Одноразовые пеленки, потому что, наверное, собачки там маленькие, разные. А вот хочется, на самом деле, продолжить тему Нового года. Для нас это такой праздник волшебный, потому что, в первую очередь, конечно, мы вспоминаем свое детство. Какая была елка, какие были подарки в те далекие годы, когда мы были совсем маленькими. Вот, насколько я понимаю, Ален, да, вы побывали в колонии, в которой живут детки с мамами, у которых таких воспоминаний, к сожалению, немного, и вы придумали, как эти воспоминания закрепить. Да, мы придумали фотопроект «Мое солнышко». Мы съездили в колонию, которая находится в Можайске. Сначала мы туда приехали, просто привезли книги для дам, которые находятся там в заключении. Но оказалось, что есть дамы, которые туда поступают, будучи уже беременными. И поступив в положение, они рожают, и там есть дом малютки, в котором детки находятся. От самого рождения и до трех лет при мамах. И данная категория детей, она, в общем-то, как оказалось, особо никому не нужна. И у этих деток нет воспоминаний о детстве вообще. У них нет ни фотографий с мамой. И не факт, что мама по окончании срока заберет этого ребенка из детдома. Поэтому мы посмотрели и решили подарить от Одинцовской недели общественной палаты альбомы, фото. Их сейчас мы подарили 65. И будем делать фотопроект, который направлен на то, чтобы подарить детям воспоминания о детстве. Мы будем приезжать, делать фотографии их, их с мамами. И эти альбомы с ними пойдут дальше. Так как дети там находятся только до трех лет, а дальше они уходят в детские дома, то этот альбом будет идти с ребенком, как история его детства. И как у обычного нормального ребенка, у этих детей будут альбомы с детством. Они смогут посмотреть, как они выглядели в детстве. Так как они в данном возрасте сами о себе позаботиться не могут. Вот мама находится в таком положении, что они тоже не могут своему ребенку предоставить такую возможность запечатлеть его, как мы своим детям это все делаем. Поэтому мы решили сделать такой подарок. И мы думаем, что мы будем этот проект вести и дальше. Хотелось бы, конечно, его масштабировать. Но пока мы начинаем так. А как мамы отреагировали на вот такое интересное предложение? Но с мамами мы не разговаривали, мы разговаривали с... С главными героями дети. Да, с главными героями дети. Мы разговаривали с руководством данной колонии. Они не стали противиться данному предложению, восприняли это с радостью. И вот мы в январе начинаем. Если у кого есть возможность подарить какие-то нарядные костюмы для таких деток, для фотосессии, мы с удовольствием примем. Также в редакцию газеты «Одинцовская неделя» можно принести костюмчики. Ну, конечно, не обязательно новые, но в хорошем состоянии. В хорошем состоянии, да, мы принимаем, потому что делаем мы это все за свой счет. И альбомы мы дарим за свой счет, и костюмы, и все атрибуты для фотосъемки мы берем тоже сами. Единственное, хочется большое спасибо сказать всем родительским сообществам. Это супермамочки, сообщество родителей, они как бы с радостью откликнули. Спасибо им огромное. Просто рады, что нас такие отзывчивые люди окружают. Но на этом помощь малышам из колонии, которые с мамами там живут, не ограничивается. Есть еще одна акция, которая называется «Подари надежду». Да. Что это за акция? Общественная палата собирает подарки деткам, которые там находятся. В подарки руководство данного учреждения просит включать только все игрушки, которые для детей от 0 до 3 лет. Каких-то сверхъестественных не нужно, потому что для зубок что-то, пирамидки какие-то, головоломки исключительно в этом возрастном диапазоне. Какие-то сверхъестественные не нужно, питание им не нужно, им в основном не хватает игрушек, и основная потребность у них – памперсы. Они, к сожалению, не могут им предоставить. И вот кто спонсирует памперсы, они не отказываются. А когда еще будут переданы? И сладкие подарки в том числе они не принимают, потому что они маленькие. И диатез, реакция на продукты, она нежелательна. Там продукты для их возраста все есть. А когда передадите? Сколько времени есть у телезрителей, чтобы поучаствовать в этих акциях? Мы, наверное, уже поедем, будем вручать подарки общественнике из общественной палаты с активной гражданской позицией. До 20-го числа где-то есть возможность, у кого пусть приносят или в газету «Одинцовская неделя». Это улица Крылова, дом 3. Улица Крылова, дом 3. Или в приемную общественную палату, которая находится на молодежной. Так что, дорогие телезрители, не оставайтесь в стороне. Давайте все-таки этот мир по возможности сделаем добрее, но хотя бы сделаем то, что зависит от нас. А на самом деле нужно совсем немного, чуточку внимания и чуточку желания. На самом деле, крупа стоит 40 рублей, наверное, пакет гречки стоит. И детские игрушки, они тоже не столь дорогие, которые для этого возраста от 0 до 3 лет. Там эти в районе 100-200 рублей. Главное, чтобы они были новые. Благодарительные акции на самом деле в разгаре. Вот я сейчас предлагаю посмотреть такой небольшой видеоотчет, что уже собрано для малышей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алена, можете сказать несколько слов о тех детях, которые находятся с мамами в этой колонии? Сколько там человек? И давайте еще раз напомним телезрителям, куда приходить, куда приносить вещи, игрушки, фотоальбомы. Ну, на сегодняшний день в колонии находится 21 мальчик и 24 девочки. Еще находится 10 мам в положении, поэтому это где-то примерно 45 детей. И вот они там рождаются, плюс 4 ребенка может быть. Вот, всю помощь мы принимаем по адресу город Одинцова. Редакция газеты «Одинцовская неделя», маршала Крылова, дом 3. Можно же, наверное, предварительно позвонить по телефону на газете, он точно указан. Можно найти, связаться. А я напоминаю, что вот те акции, которые призваны помогать детям из-за колонии, это лишь части благотворительных проектов газеты Одинцовской недели и общественной палаты района. Еще одна акция направлена на помощь животным из приютов. Прежде чем мы перейдем к этой теме, я предлагаю вам, дорогие телезрители, внимательно сейчас смотреть на экран, потому что вашему вниманию будут те, кто очень-очень ищет дом и очень-очень надеется в преддверии Нового года. Почему бы и нет обрести любящих хозяев? Внимание на экран. Иржику примерно 10 месяцев. Он веселый, активный и добродушный. Кастрирован, привит. Перенес серьезную травму лапы после наезда автомобиля, но сейчас полностью восстановился и готов стать верным компаньоном для своего человека. Балу волонтеры нашли в промзоне. Ему 5 лет. Он кастрирован и привит. Несмотря на непростые условия обитания, он добрый и ласковый. Правда, из-за травмы, скорее всего, будет хромать всю жизнь. Приучен к выгулу, хорошо ведет себя на поводке. Присмотритесь к балу. Он отличный охранник и компаньон. Марте 2 года. Она очень послушна, не агрессивна. Отлично ходит на поводке. Хорошо относится к другим животным и детям. Может жить как в квартире, так и в частном доме. Марта уже однажды стала жертвой человеческой жестокости. Ее отравили докхантеры. Поэтому теперь надеется обрести свой дом. Светлячок очень спокойный и добрый пес. Ему около 4 лет. Он здоров, привит и кастрирован. Любит абсолютно всех. Очень общителен и ласков. Попал в приют еще щенком. Очень надеется на то, что однажды и за ним придет любящий хозяин. Ирина Анастасия, сколько сейчас собак и кошек находятся в частном Одинцовском приюте? В настоящий момент животных чуть больше ста. Собак больше, чем кошек. Вот те собачки, которых мы показали, я так понимаю, что у них у всех достаточно сложная судьба. И все они так или иначе уже пострадали от людей. Вот можете несколько слов рассказать о них? Что с ними случилось? Как они были найдены? У каждой собаки своя судьба. Каждое животное по разным причинам попадает. Зачастую бывает так, что страдает от человеческих рук, можно так сказать. Может быть, даже как с Балу, который сейчас был в эфире, наезд автомобиля или с Иржиком была похожа ситуация. Разные случаи бывают. Когда собака попадает, нам остается только догадываться, что произошло с ней. Ну и тут, наверное, может быть, не такой, скажем так, это не акт агрессии. Но если собака была найдена в промзоне, скорее всего, и кто-то прикормил. А потом, собственно, и получше забыли. Мало предприятий. Поэтому, наверное, люди должны помнить, что ответственность все-таки это не умаляет ни в коей мере. Нужно отвечать за того, кого ты приручил. А кого легче пристроить? Собаку или кошку? Ну, вообще легче пристроить, конечно же, кошку. Потому что кошка, ее проще содержать в квартире. Она требует меньше ухода, с ней не нужно гулять, да. А в приюте у нас собаки, как правило, достаточно крупные. И не каждый готов взять большую собаку к себе в квартиру. Ведь большинство живут в квартирах. Поэтому, конечно, кошек легче пристроить. Но собак, слава богу, нам тоже удается пристраивать. А как часто забирают животных? Ну, случается это эпизодически, на самом деле. Потому что летом, как правило, собаки пристраиваются реже. Потому что все люди в отпусках, на отдыхе. А в холодное время года у нас пристраивается больше животных. Но это, к сожалению, нерегулярно. И от случая к случаю. Мы, наверное, сможем помочь в пристройстве ваших животных, питомцев. Мы можем открыть для вас рубрику в своей газете. Мы уже в редакции совещались с редактором, со всем коллективом. Мы готовы это сделать. Вы можете прислать фотографии, описывать собаку. Мы специально под вас сделаем эту рубрику. Спасибо. Потому что есть люди, которые, на самом деле, в частном секторе нуждаются в собаке, но не знают, где ее взять. Если у вас есть такая возможность, можете им предоставить. Мы очень рады, если у нас будет возможность где-то на постоянной основе давать информацию о тех животных, которые у нас содержатся. Потому что их достаточно много, и все они, конечно же, хотят домой. А в социальных сетях как-то информацию размещаете? Где-то можно найти? Да, у нашего приюта есть свой сайт, есть страницы в соцсетях. То есть по названию «Частный одинцовский приют» нас несложно найти. Все контакты там есть, все реквизиты или контакты волонтеров с кем можно связаться. Все можно найти. Ален, я так понимаю, что вы сейчас уже публикуете объявление о пристройстве животных в другом приюта. А есть какая-то информация? Может быть, кого-то взяли уже? Мы регулярно на протяжении трех лет, которых я помню, мы публикуем, если кто-то кого-то куда-то пристраивает. И очень часто нам пишут слова благодарности о том, что пристроили собачку. Очень приятно на самом деле, потому что мы это делаем автоматически, в принципе, не ожидая ничего. Нам самое главное, чтобы добро случилось. Но когда была выставка «Хочу домой», я лично подошла к каждому, кто стоял с собаками, и предложила услуги «Одинцовской недели». Откликнулась только одна девушка, и вот мы начали тогда вот эту акцию по сбору корма. Все остальные как-то постеснялись. Ну теперь, я надеюсь, не постесняются, правда, девчонки? А мы на самом деле открыты для таких добрых дел, и нам их очень приятно делать. Тем более у нас есть такой ресурс, мы районная газета официальная, и можем вам всем помочь. Вы почему-то стесняетесь, нас стороной обходите. Нет, ни в коем случае не стороной, мы просто довольно скромные. Но теперь обязательно воспользуемся этим предложением. Мы просто подошли и реально предложили помощь. Мы были удивлены, что никто к нам не обратился, вот кроме одной дамы. Но на самом деле вот это не тот случай, наверное, когда все-таки скромность украшает. А если три года объявления публикуются, и сотрудники приюта обращаются, значит, это однозначно работает. Я четко могу сказать, что вот был один песик, его несколько раз пристраивали, его возвращали в приют, но его все же пристроили. Мы уже за него все редакции болели. Чтобы он наконец обрел свой дом. Вот, девчонки, вы волонтеры в приюте, а не привязываетесь к своим подопечным? Как потом отдавать того, кого ты выгуливал, кого ты кормил? Тяжело. Ну, как правило, у каждого волонтера есть по собаке и не по одной. Многие наши волонтеры забрали животных именно из нашего приюта, потому что именно мы уже душой к ним прониклись. Но, к сожалению, всех забрать невозможно, и мы это прекрасно понимаем, и поэтому мы только радуемся, когда животные находят дом. А мы тоже очень хотим порадоваться за животных, которые найдут, я надеюсь, свой дом. Я вам предлагаю посмотреть на обитателей частного Одинцовского приюта. Внимание на экран. Лёха – неутомимый весельчак, хотя он уже взрослый пёс, ему 6,5 лет. Очень любит людей и долгие прогулки. Был найден около 6 лет назад в горках десятых. Здоров, привит, кастрирован. Он очень достоин тёплого дома и любящего хозяина или хозяйки. Чак около 2,5 лет. Он здоров, привит и кастрирован. Всячески стремится к общению. Его любимые занятия – игры, прогулки и познание мира. Отлично ходит на поводке, дружит с собаками противоположного пола, с кобелями выборочно. Пеппи примерно 2 месяца. Она здорова, обработана от паразитов, привита. Её чуть не сбил автомобиль. Кроху вовремя выхватили из-под колёс. Очень ласковая, смышлёная, игривая и нежная девочка. Как и все щенки – любознательная непоседа. Впереди суровая зима. В приюте ей могут предложить лишь уличный вольер и будку с сеном. Присмотритесь к ней. Приезжайте поиграть и привозите лакомство или влажный корм. И, может быть, вы уже не сможете уехать без Пеппи. Ирина Анастасия, мы посмотрели на новую, скажем так, партию собачек. Вот, Аник, давайте несколько слов расскажем поподробнее. Там всё-таки было очень коротко сказано. Ну, у нас есть сейчас два щеночка. Щенки, наверное, быстро уходят. Щенки, конечно, пристраиваются быстрее, но тоже, бывает, задерживаются надолго. У нас есть несколько собак, которые попали в приют буквально с одного помёта все вместе. И так и живут в приюте уже много лет. К сожалению, их так и не удалось пристроить. Вот у нас сейчас есть два щенка. Одна поменьше, которую показывали Пеппи. Есть ещё щенок чуть-чуть постарше, покрупнее. Им, конечно же, тяжелее всех в приюте, потому что, к сожалению, мы можем им обеспечить только вольер. А впереди зима, очень холодно, они маленькие. Им, конечно, очень нужен дом. Я так понимаю, что все собаки, которые сейчас ищут дом, они все привиты, они все здоровы, они все докастрированы, стерилизованы. Да, по возрасту есть. Ну, да, если там щенок маленький, да, понятно, не в вакцинация. То есть можно по этому поводу не переживать. Да, на самом деле, мне кажется, каждая собака достойна обрасти любящих хозяев. Неважно, сколько ей лет, либо это щенок, либо это взрослая собака. Каждая собака заслуживает любви и своего хозяина. Поэтому можно выбрать на свой вкус, можно так сказать, и привезти домой. Аден, а вот сколько у вас эта акция проходит по сбору кормов и различных, ну, скажем так, аксессуаров для животных? Сколько уже собрано? Акция проходит с начала ноября месяца, но у нас весь балкон завален к рукой и кормом, так что ждем в виде. А еще вот есть такая акция у многих приютов, они приглашают волонтеров, чтобы просто погулять. Там дети могут погулять с детьми. У вас есть такое? Да, у нас есть такая возможность, мы всегда приглашаем. Каждый шефство берет над определенным питомцем. Не обязательно. Бывает, что люди приходят лишь один раз в приют просто погулять. Бывает так, что люди приходят к нам однажды и задерживаются надолго. Бывает так, что они остаются постоянными волонтерами и даже забирают себе собак. Может, мы тогда объявим акцию по привлечению волонтеров? Я вот, например, честно скажу, что я собираюсь к этой акции. Да, приходите, конечно. Всегда, то есть можно найти контакты волонтеров на наших страничках, связаться по телефону, и мы всегда готовы встретить, проводить, сопроводить и погулять вместе. Кстати говоря, а как вы стали волонтерами частного Одинцовского приюта? Ну, это долгая случайность. Ну, можно как-то... Нет, это не случайность. Мне кажется, тут случайности, они так не возникают. Невозможно просто идти мимо и зайти в приют, стать волонтером. То есть это нужно изначально быть неравнодушным человеком, любить очень животных и желать как-то помочь им. То есть у меня, например, на каком-то этапе жизни не было собаки, и мне очень хотелось её завести. Но я принципиально считаю, что не стоит брать породистых животных, потому что море просто бездомных. И поэтому я искала приют, вот стала туда приходить, стала волонтером, и в итоге у меня появилась собака, которая из нашего приюта. Анастасия, вы как пришли? Ой, на самом деле мы с мужем сначала просто помогали животным, помогали отдельным волонтерам. Потом случилось так, что на станции города Одинцова появился кобель, которого очень многие боялись. И по просьбам неравнодушных жителей приют принял этого кобеля, его зовут Платон, его, к сожалению, здесь нет, но он есть в приюте, можно к нему прийти посмотреть. И вот с историей Платона, наверное, мы и начали помогать, что-то привезти, где-то помочь, потом в социальных сетях помочь, помочь с выгулом. Так вот постепенно-постепенно стали постоянными посетителями. Вообще, кто может стать волонтером в приюте для животных? Есть какие-то требования? Абсолютно любой человек, который любит животных, который готов посвятить себя, свое время животным, мы всем будем рады, приходите, присоединяйтесь. Вот сейчас, к сожалению, много людей таких не вполне, ну скажем честно, адекватных, да, и к животному всех отношения тоже, к сожалению, разные. Вот таких каким-то образом отсеиваете, вычисляете. Ну нам, слава богу, пока везет, у нас такие люди пока, я надеюсь, всегда обходят стороной, но только лишь при личном общении уже тогда как-то становится понятно, что за человек. Хочу добавить то, что первый раз мы, как правило, сопровождаем новичков на выгул, даем кого-то из волонтеров, кто сможет показать, как устроен приют, кто сможет показать, какую собаку можно взять, и, соответственно, познакомиться с человеком, и волонтер уже может понимать, кто это, и можно ли приглашать человека в дальнейшем. Сколько человек, да, сколько волонтеров работает в приюте, и вот сколько, может быть, животных за каждым закреплено, какие обязанности у волонтера? Ну, у нас нет четких таких установок, кто за кем закреплен, то есть у нас сейчас такая сплоченная команда, небольшая, правда. Ну, человек может быть 10 таких вот постоянных приходящих людей, которые занимаются там разными аспектами дел приюта, и каждый делает вот в меру своих возможностей. То есть у нас есть, например, волонтер-девушка, которая еще, например, в старших классах школы учится, она взаимодействует там со своей школой. И к нам приходит, кстати, от школы часто группа детей на выгул, они гуляют с собаками и замечательно проводят время. Вот, есть люди там постарше, которые кто-то занимается больше там финансовой стороной дела, кто-то там связями с общественностью, кто-то просто гуляет с собаками постоянно. То, что можно, да. Да, в меру своих сил. По поводу корма у нас вопрос, когда мы начинали акцию по сбору, нас предупреждали, что приюты берут только закрытые корма, потому что боятся докхантера, да, потому что они подбрасывают в приюты отравленную еду. Ну да, такое, к сожалению, тоже бывает. То есть вам закрытые только или все-таки можно на развес что-то приносить? Ну вот у нас есть пара коробочек, которые порвались при нас, честно. Ну, мы, конечно, каждый случай мы рассматриваем индивидуально, но вот общие как бы рекомендации, правила, что все-таки, конечно, он должен быть закрытый, хотя бы даже если забыть о докхантерах, тот момент, что, ну, просто он может отсыреть там, там, срок годности может пройти, потому что если это корм на развес, на нем уже, естественно, нет упаковки и непонятно, как и где он хранился. Вот только из этих соображений. Алена, Ирина с Анастасией рассказали, как они пришли в приют, а вот, собственно, что вас в благотворительность привело? Мне кажется, все-таки сюда приходишь только по зову сердца, а вот когда этот зов случится, никогда не угадаешь. Вот мы когда пришли в общественную палату на свою работу в средстве массовой информации, мне кажется, этим уже все сказано. Просто обычные равнодушные люди, они априори не пойдут в общественную палату. Это те люди, которые альтруисты, готовы помогать всем и, в принципе, даже за свой счет. Поэтому другим людям, более меркантильным, здесь делать нечего, но они не задерживаются. Они приходят пару-тройку месяцев, и все, их больше нет. Но здесь есть ведь такой побочный эффект, да, вот эти детки. Все равно так или иначе начинаешь привязываться, да, и это не просто переживать вот, да, внутри себя. Как барьерчик поставить, так, чтобы нервная система все-таки сохранилась? Барьерчик здесь не поставишь. Когда первый раз мы появились в доме малютки, можете себе представить, тихий час, ну, спят в группе детки, наверное, так, деток 20. И они не плачут. Вот они открывают глазки, кто-то проснулся, кто-то еще спит. Как няне ходят, у них, понятно, рук на всех не хватает, и они не плачут. Наши дети, когда просыпаются, они же криком сходят. Эти дети к рукам не приучены, мимо пройти сложно, но как-то вот. И уже не вернуться тоже туда невозможно. Если начинаешь помогать, то это уже не остановить. Или ты добрый, или ты другой. Ну да, ничего посередине быть, к сожалению, не может. А уже есть какие-то задумки следующих акций? Нам бы запуститься сейчас. Это бы, да, завершить. Да, 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 это нужно начать, поддерживать. Но если у кого-то есть какие-то идеи, мы как общественная палата и Одинцовская неделя, мы всегда поддержим, если это позитивно и доброе. Мы поговорили про сбор корма, да, каких-то вещей, необходимых для животных. А какая помощь еще нужна Одинцовскому приют? Ну вот кроме выгула, да, вот таких вещей, которые мы уже с вами обговорили. Что-то еще нужно, чтобы животные хотя бы как-то чувствовали себя комфортно? Ну, на самом деле в волонтерстве есть, ну, скажем так, два вида. Может человек стать опекуном, предположим. Это человек, который, допустим, физически не может приходить постоянно в приют, гулять, например. Но он может взять, предположим, какое-то конкретное животное, собаку, кошку, может быть, нескольких, которых он может поддерживать финансово. Есть, например, кураторы. Это человек, который закреплен за определенным животным, он следит за его здоровьем, гуляет с ним, пытается его пристраивать и так далее. То есть вот разные есть варианты и кто чем может. Кто-то может только финансово помогать, кто-то может руками, кто-то может приходить. То есть помощь нужна любая на самом деле. Всем рада, кто пришел в доброе мнение. Конечно, конечно, да. А вы берете всех собаку, да? Если кто-то видит на улице, бегает собака. Вот она беспризорно там изо дня в день бегает. Вы ее возьмете, если мы позвоним? Не всегда, не всегда, к сожалению. А какие критерии нам не взять? Ну, критерий только один. Это ограниченный ресурс. Потому что просто банально может не хватать вольеров. Их всех, естественно, нужно кормить. И они могут задерживаться на долгие-долгие годы. Поэтому не все животные попадают в приют. В основном, чаще всего, это те животные, которые действительно попали в трудную ситуацию. Либо с какой-то травмой. Либо на них какие-то жалобы, например, людей. То есть какая-то угроза их жизни и здоровью. Я так понимаю, что в Подмосковье, кажется, в Одинцовском районе действует программа ОСВВ. Это отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. И, мне кажется, другой приют в Больших Веземах по этой программе работает. Если я не ошибаюсь. То есть, в принципе, наверное, можно обратиться туда. Это я так думаю. Хочу информацию уточнить. Я хочу еще раз обратиться к телезрителям, чтобы они сейчас посмотрели внимательно на экран. Эта собачка не нуждается в пристройстве, потому что она нашла своих хозяев. Но 11 декабря, я так понимаю, что она, испугавшись каких-то громких звуков, побежала. Да, Рейси буквально вчера была на выгуле вместе со своими хозяевами уже. Но, к сожалению, во время салюта испугалась громких звуков и убежала. На Рейсе, кстати, был ошейник с адресником, поэтому нашедший человек может позвонить по номеру, указанному на жетоне. Либо вот по тем номерам, которые мы сейчас видим на экране, правильно? Да. Это произошло в Одинцово на улице Крылова, но, наверное, собачка, теоретически, могла убежать в любой другой район. Да, убежать, испугаться, могла убежать куда угодно. Поэтому, пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Если вы видели похожую собачку, запомните ее легко. Одно ушко стоит, другое ушко висит. Позвоните хозяевам, они переживают. Тем более, я так понимаю, они недавно ее взяли. Ну, нет, она живет у них уже где-то год с чем-то, поэтому они, конечно, к ней уже очень привязаны. И она к ним очень переживает. Девчонки, давайте напомним еще раз телезрителям. Частный Одинцовский приют. Как можно с вами связаться, чтобы передать помощь? Можно через Одинцовскую неделю, да, Крылова же 3, по телефону, который можно найти в газете. И можно непосредственно с вами, правильно? Как это сделать? Да, нам можно написать на любой страничке в социальных сетях. Можно через сайт odinpriut.ru. Можно связаться по телефону с одним из наших волонтеров. Любая связь, WhatsApp, сообщения, звонки. И мы всегда рады, всегда открыты. Спасибо большое, что вы открыты были сегодня и для нас, что пришли к нам в студию, рассказали о тех добрых делах, которые вы делаете. А я призываю телезрителей тоже не оставаться в стороне и присоединяться к добрым делам. А перед Новым годом, мне кажется, это просто то, что доктор прописал. И Новый год действительно станет волшебным праздником, причем не только для вас, но и для тех, кому вы помогли. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ.